Всем привет, дорогие друзья! Давненько у нас не было распаковочки интересного смартфона. Давайте откроем интересную посылку. Это новое видео на канале GadgetMoney. Итак, мы начинаем. Поехали! Итак, дорогие друзья, доставка курьерская с Москвы. Что-то порядка 2-3 рабочих дней. Все очень быстро. Там приходится в таком красном пакете. Да, полпаковки не парятся, просто засовывают в пакет демо. Скажем так, образец для прессы. У нас уже считают прессы. Телефончик в полигравшем виде уже со стороны видно, что его не раз ободревали, скрывали и так далее. И перед нами один из самых тонких телефонов на планете Земля. Flight Ornado с ним. Толщина корпуса 5,1 мм. Коробочка, в принципе, ничем не примечательна. Итак, на задней стороне у нас краткие характеристики аппарата. Здесь что-то тоже написано от компании Fly. Коробочка такая уже довольно-таки покоцанная. Везде тут непонятные отпечатки. Но нам интересно, что внутри. Действительно, очень тонкий телефон. Посмотрим, сделаем подробный обзор. Сравним, может быть, с интересными моделями в виде как iPhone. Чтобы у нас на канале немножко было, скажем так, холивара в комментариях. В комплекте. В комплекте у нас USB кабель. Документация на русском языке. StartGit. Здесь все написано. В принципе, она... Руководство пользователя, она небольшая. В принципе, можно почитать. На русском языке приятно. Все неинтересно. Здесь на экране была вот такая вот этикетка о том, что это очень тонкое устройство. Пару пакетов, e-mail адреса, e-mail номера, гарнитурка. Гарнитурки во Fly кладут в последнее время в топовые свои устройства неплохие, с плоским кабелем. Не даст вашим наушникам, в принципе, запутаться. И я, как вижу, по длине этого кабеля гарнитура довольно-таки длинная. Длинная. Сейчас посмотрим. Это просто наушник или гарнитура? Нет. Это гарнитурка с возможностью ответа на звонок. Вот в виде такого переключателя. Сами наушники у нас металлические. Здесь все, в принципе, стандартно. Ну, посмотрим. Нам интересен сейчас телефон. А, да. И у нас есть скрепочка фирменная для доставания сим-карты, потому что корпус, как я понял, не разборной у этой модели. Моделька действительно интересная. Характеристики сейчас мы с вами зачитаем. Скрепочка сюда. Фирменная зарядочка. Что у нас? 5 вольт, 1 ампер. 5 вольт, 1 ампер. Заряжать будет 3, может быть, 2,5-3,5 часа. И в пакетике у нас сам телефон. Как всегда, немножко он испачкан пальцами других обзорщиков. Сейчас мы его быстренько протрем. Я его держу и действительно понимаю, что корпус на самом деле очень тонкий. Итак, у нас характеристики. Характеристики у нас следующие. Пока вы смотрите на сам телефон, я вам скажу, что здесь установлена операционная система Android 4.4. Трехъядерный процессор MTK. Точнее, восьмиядерный процессор MTK 6592. 1,7 ГГц не урезанный, как в прошлом телефоне. Работает в сетях 2G, 3G, 4,8 диагональ дисплея. HD дисплей 1280х720. 16 ГБ встроенной памяти и 1 ГБ оперативной памяти. По камерам. Задняя камера у нас 8-мегапиксельная. 5-мегапиксельная передняя. Запись видео Full HD, Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Все это присутствует. Датчики освещения присутствуют. И аккумулятор 2050 мАч. У нас даже телефончик вот тут приехал. Он получается стреснутый задней стороной. Я не знаю почему, прошу прощения, я немножко приболел. Поэтому голос такой довольно-таки сиплый. Зафиксируем на видео, что телефончик у нас стреснул. Что это не мы. Что нам потом не предъявили. В принципе, сзади у нас стекло, как я понимаю, алюминиевый. Из какого-то материала, скорее всего, это сплав алюминия. Корпус в виде золотого цвета. Давайте пройдемся по периферии. Спереди у нас 4,8 диагональ. Под экраном у нас сенсорные клавиши. Здесь датчики освещения. Соответственно, динамик. Передняя 5-мегапиксельная камера. Разделители антенн. Сзади у нас камера светодиодная вспышка. Прошу заметить, камера не выпирает. Здесь у нас микрофончик. Здесь у нас логотип компании. Здесь снизу у нас непосредственно прорезь для динамика. Здесь указание модели. Сделано в Китайской Народной Демократической Республике. То есть в Китае. Снизу у нас вот такие вот разъемы. Микро-USB для зарядки синхронизации. Второй микрофон. Слот, вернее, разъем 3,5 под наушники. И две разделители антенн. Здесь у нас с правой стороны, точнее, да, с правой стороны у нас слот для сим-карты. Я думаю, что лоточек у нас металлический. В принципе, как и сам корпус. Корпус действительно очень тонкий, очень легкий. Телефон, с учетом даже то, что там встроена батарея, весит, я не знаю, ну, может быть, 100 с лишним грамм. Плюс-минус. Так, здесь у нас типа сим-карта. Сим-карточка у нас микро. Лоточек, соответственно, под сим-карту металлический. Дальше. С левой стороны у нас клавиша включения-выключения. Она довольно-таки удобно расположена под вашу левую или правую руку под указательный палец, либо под левую руку под большой палец. Сдвоенная клавиша регулировки громкости. Уже сейчас вижу, что все не люфтит, не юлозит и никаких скрипов в процессе использования не будет. Действительно, очень тонкий телефон. В принципе, с неплохими характеристиками. В очередной раз скажу, что такие телефоны больше относятся к имиджевым телефонам, чем для телефонов для гиков. Но уже с таким процессором в телефон можно поиграть в современные 3D-игры. Если олеофобное покрытие, скорее всего, было, но, может быть, уже подзатерлось. У нас экран имеет довольно-таки тонкие рамки. Действительно, приятно посмотреть. Давайте, что мы смотрим на корпус. Давайте попробуем включить телефон. Есть ли там зарядка? Да, зарядка есть. Все это дело включается. Фирменный Android. Мне вот интересно, если нас смотрят представители компании Fly, напишите нам или скажите своим пользователям, будет ли у них, у этих телефонов, у которых операционная система 4.4, 2 или 4.4, 4.4, будет ли обновление до Android 5 Lollipop, хотя бы до 5.0. Здесь мы видим предустановленную прошивку, то есть это демо-версия телефона. Все работает, можно без проблем все тестировать, но единственное, что вы ничего не сможете сделать, никаким образом, скажем так, криворукие IT-журналисты или там YouTube-обозреватели не смогут никаким образом прошить. Мы, если честно, пробовали поставить кастомную прошивку на прошлую модель телефона, но у нас ничего не получилось, ввиду того, что загрузчик, видать, заблокирован, и вы ничего сможете сделать. Установлена операционка такая, что вы... Довольно-таки интересное меню. Максимальная яркость. Давайте посмотрим под разными углами обзора. Довольно-таки сочный экран. Они ставят свои предустановленные фирменные обои, для того, чтобы продемонстрировать, какие яркие цвета. На солнце, скорее всего, экран будет чуть-чуть блекнуть, но, опять же, не факт. Все проверим, обо всем вам расскажем, предустановленные, как всегда, приложения. Меню приложения уже, кстати, нету. Все на рабочих столах. Есть предустановленные всякие опера, мега-гоу и тому подобное. Игры, которые, на самом деле, за которые надо платить, все это нафиг удаляется, для того, чтобы не занимать лишнюю память. Так, давайте пройдемся по настройкам. Сразу послушаем, какой звук. Потому что в прошлом обзоре телефонов, Lighter, надо вам... Я забыл рассказать о звуке. Но звук там, в принципе, громкий. Наверное, на твердую четверку на самой высокой громкости не фонит, не шипит, но, наверное, чуть-чуть не хватает, может быть, объема ему. Ну, опять же, телефоны, скажем так, среднего ценового сегмента. Тут у нас всякие разные кнопки. У нас, значит, на меню. Домой, назад. Так, как нам попасть в настройки? Настройки. Как нам попасть в настройки? Наверное, вот отсюда можем попасть в настройки. Все настройки. Посмотрим. Да, очень быстро. Очень быстрый отклик у телефона. Версия Android 4.4.2. Android KitKat. Обновление ПО, скорее всего, потребует подключения к Wi-Fi-сети. Посмотрим, может быть, что-то прилетело. Действительно, очень быстрый телефон. Вот такой номеронабиратель. Здесь даже, по-моему, чьи-то контакты остались. Точнее, не контакты, а прошлые, кто обозревал. Все вот эти виджеты, они, в принципе, съедают оперативку. Всего 1 гигабайт. Цены бы ему не было, если было бы 2 гигабайта оперативной памяти. Я вот держу в руках уже несколько минут этот телефон. И реально понимаю, что тоньше пока телефонов в своей жизни я в руках не держал. Хотя, давайте, например, возьмем iPhone 5. У нас есть iPhone 5 в черном цвете, чтобы вы понимали, да, разницу в корпусе. iPhone тоже, в принципе, не самое толстое устройство в мире. Вот пятерка и, соответственно, Flight Tornado Slim. Flight Tornado Slim действительно тонкий телефон. По толщине, по высоте, конечно, чуть-чуть повытянутее будет. Конечно же, сравнивать в лоб в лоб абсолютно разную операционную систему, вернее, абсолютно разных производителей, даже по классу смысла нет. Но, опять же, эта модель претендует на, уже, скажем так, на, я как понимаю, один из флагманов от компании Fly. И уже она претендует на место под солнцем для того, чтобы конкурировать с A-брендами, такими как Samsung, LG, HTC, Apple и так далее. Все у нас приложения на рабочих столах. Опять же, вспоминаем компанию Apple, которая начала все это дело делать. Предустановленные сервисы такси, одноклассники, ВКонтакте и так далее. Все здесь есть. Диктофоны, конечно же, Play Market, все здесь установлено. Но, на самом деле, PSP Mobile, в общем, дофига лишнего контента, который, в принципе, даже забирает не то, что операционную память, а вообще физическую память. Navitel, Ubank, что-то можно удалить, что-то нельзя удалить. На самом деле, так, мы хотели послушать звук. Я помню, что мы хотели послушать звук. Максимальная яркость дисплея. Давайте посмотрим, может быть, дисплей вообще стоит на автояркости. Автояркости, яркость. Нет, он стоит. Еще есть, смотрите, вообще супер. Есть галочка в настройках максимальная яркость, увеличение максимального уровня яркости. То есть, как только мы снимаем, телефон становится, экран у телефона становится еще ярче. На самом деле, это просто супер. Он очень яркий, контрастный. Сюда поставить, в принципе, какие-нибудь обои. Давайте посмотрим. Здесь, наверное, виджеты. Обои у нас вот здесь вот. Давайте поставим, вот, я не знаю, к примеру, стоковые все обойки. Давайте поставим, установим эти обои. Установим эти обои. Ну, посмотрите. То есть, максимальная яркость дисплея, углы обзора, даже с учетом, что это HD-экран, прекрасные. То есть, по первым впечатлениям, телефон мне уже нравится. Он работает быстро. Нагрузим его приложениями, посмотрим, как это все. Мне вот не нравится, что вот Clean Master вот этот вот. Можно его как-то удалить? Прошу прощения, меня отвлекли. Возвращаемся к звуку. Все-таки третья попыточка его профиля звука. Давайте его основной посмотрим громкость. Громкость, уже вижу, это не плюс этого телефона. Так, и мелодия голосового вызова. Это максимальная громкость, друзья. Если телефон будет лежать, соответственно, на какой-то плоскости, нашли первый минус. Он может быть, ну как, не знаю, значительный, незначительный. Это решать пользователю. Для кого-то это решающий фактор. Но я хочу сказать, я могу пропустить. Лично я могу пропустить звонок, если у меня... Ну, а с другой стороны, давайте посмотрим, как звучит тот же iPhone. Все, сегодня будем сравнивать с iPhone. Звук. Понятно. Окей. Ну, разница есть, да. На самом деле, разница есть. Вибрация. Вибрация при касании нет, при оповещении, да. Еще раз. Мелодия голосового вызова. Телефон на столе. Телефон поднимается. Это ввиду того, что, скорее всего, динамик, ввиду того, что динамик расположен здесь, он, в принципе, никаким образом не... Нету ему преграды. Не стоит никаких ножичек для того, чтобы во время того, как телефон был установлен на любой поверхности плоской, вот я закрываю пальцем, имитирую, скажем так, лежание телефона на столе, на диване, на кресле, еще где-то, на стойке. Вот. Звук средний, качество звука по первым впечатлениям тоже среднее. Но, опять же, надо все тестировать. Может, наушниках хорошие. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, все здесь есть. Ну, смотрите. Посмотрели мы на телефон, да, еще, наверное, на камеру надо глянуть. Давайте глянем на камеру. Ну, камера, в принципе, должна быть честная, 8-мегапиксельная. Давайте. Да, автофокус есть. Тут даже на коробке написано, что 8-мегапиксельная камера с автофокусом. Посмотрим, скорострельность камеры. Довольно-таки быстро все съемка. Так, всегда галерея. Друзья, ну, вот смотрите. То есть, давайте даже вот таким вот образом. В принципе, для телефона компании Fly, которая не так давно производила только, скажем так, телефоны кнопочные. И не так давно начала производить телефоны, которые действительно достойны. В прошлом видео, в обзоре Fly Tornado One, многие в комментариях писали, что не знают качество сборки. Так вот, я скажу, по качеству сборки Fly шагнула на два шага вперед за последние пару лет. Я действительно помню смартфоны и помню консультации тех самых продавцов в салонах связи, что типа вот там сборочка на троечку, там туда-сюда, возьмите типа точно такое же, но для другой компании. Сейчас у компании Fly на самом деле все, ну, есть шумы на фото. В принципе, резкости может быть. Ну, фото сделано, видите, в таких быстрых условиях. То есть, я особо не фокусировался. Давайте еще разочек. Камера скорострельная. В принципе, очень быстро снимает. Но, может быть, ну, опять же, за эти деньги, я думаю, что никаких не должно быть у вас претензий к этой камере. Так вот, сборка на достойном уровне, то есть, ничего не люфтит. Действительно, цельнометаллический корпус из алюминия. Все очень быстро. Неплохая задняя камера. Довольно-таки посредственный звучок. Неплохой HD дисплей. Честное слово, неплохой. Вы не поверите, но сочность, я не знаю, передает ли картинка, но еще в обзоре установим. Более-менее сочные такие обои, то есть, чтобы преобладали там все цвета, не только красный, розовый, черный. И что я хотел сказать? Сбился с мыслями. Я хотел сказать, что плюсы, плюсы. Пока какие плюсы? Что понравилось? Корпус, конечно же, очень тонкий. Понравилась стиль. Что стекло с обоих сторон. Хоть здесь и треснуто, но стекло. Мне понравилось, что камера не выпирает. Камера своих денег уже стоит. По-любому понравилось, что батарейка несъемная. Понравилось, что не понравилось, что симка вроде как одна. Опять же, минус это 1 гигабайт оперативной памяти. Но это не обзор, это опять же распаковка. Ну, я вам говорю о своих первых впечатлениях. В принципе, телефон на самом деле работает очень шустро. Очень шустро телефон работает. И очень хороший экран. Звук, ну, пока фиг его знает. Будем разбираться. Вот такая вот у нас сумбурная распаковка получилась. Что ж, подписывайтесь. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал. Проходите по ссылочкам в описании. Всегда теперь, грубо говоря, с последних нескольких недель во все видео встроили ссылки, полезные ссылки. Проходите интернет-магазины, у которых действительно хорошие, качественные гаджеты, не только смартфоны и квадрокоптеры и экшн-камеры. Проходите по ссылочкам, смотрите, что вам будет интересно. Если будет интересно, обязательно приобретайте цены гораздо ниже, чем где-либо. Вам спасибо еще раз. Подписывайтесь, комментируйте. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok